здравствуйте с вами конечно же светлана и сегодня у меня видео вместе с вами пересадка детки орхидеи была у меня вот такая вот орхидея вот это орхидея от нее осталось два листа я не знаю чем она заболела и у нее стала я ее не залила сразу говорю у нее стала гнить серединка я когда поливаю в серединку не заливаю воду поливая только вот здесь не знаю что случилось завел один листочек верхней попытался вырасти второй завел верхней из точки роста и она стала пропадать стала пропадать что делать я уже жалела жалела цвет очень красивый ну что делать и смотрю она стала давать детку вот это вот уже орхидея вот это орхидея это уже детка у детки раз два три четыре листа и самостоятельные корни если у детки уже самостоятельные корни сто процентов можно пересаживать чтобы детка набиралась сил сама и возможность дала жить и существовать орхидея мама мы с вами вместе сейчас пересадим пересаживать уже нужно было давно потому что видите четыре листа корни есть можно для того что пересадить детку орхидеи нам нужна посуда в которой мы будем пересаживать у меня это вот такая банка небольшая банка потому что детка сама маленькая и в процессе роста мы будем пересаживать естественно больше и больше посуду будет у меня расти эта диетка как все остальные в закрытой системе закрытая система это когда стеклянная посуда керамзит кора орхидея мох и поливаем ее по мере высыхания коры я обычно поливаем наливаю воды полностью в горшок стоит у меня два часа возможно даже и больше кора впитывает в себя воду затем я беру вот так вот сливаю и кора наполненная водой дает питание орхидеи точно также и подкармливаю какую-то подкормку добавляю в воду заливаю полностью вот прям до горлышка как раз питательные вещества они входят в кору потом отдают все естественно орхидеи банка мне нужен керамзит керамзит у меня мелкий так как орхидейка еще маленькая и ей крупный керамзит не нужен как раз вот мох мох давайте посмотрим какой мох обычный вот такой я купила мох обычная и у меня кора кору я храню вот в таком пакете мелкая кора есть и крупная кора кору можно купить в любом магазине где все для цветов в ашане в икее в лера мерлин продавалась так что мы делаем мы будем отсюда удалять полностью орхидейку я потихонечку вот так вот буду поднимать ее ничего не оторву не беспокойтесь здесь все нормально и немножечко так вот разберу посмотрю что здесь она хорошо крепится значит нужно мне просто-напросто все вот это вот убрать из корней это все делать нужно аккуратно и не торопясь если у вас допустим нет времени лучше отложить когда будет время нужно приготовить острые ножницы или нож чтобы все-таки детку отделить от матери как раз у матери есть кое-какие корни которые нужно обрезать и удалить всю эту процедуру мы сейчас и сделаем вместе так давайте рассмотрим корни переплетены так вот мама вот детка вот я должна детку вот эту шейку отрезать от мамы будем резать аккуратненько аккуратненько отделяем не торопимся и аккуратно корни дабыла сказать что нужно иметь кто занимается цветами перекись водорода всегда так вот пилю аккуратно чтобы не отрывать вот уже хорошо нож острый но я просто аккуратно это делаю все отделила вот она у нас детка смотрите у нее четыре корня но это я не считаю четыре корни даже вот 5 растет 4 листика тоже растет теперь мы берем тот срез где мы срезали вот видите мы обрезали перкисью просто-напросто нужно залить и ничего не будет можно активированным углем но это не страшно так теперь мы все вставляем керамзит складываем на дно той банки которая у нас была все складываем и занимаемся уже мамой этой детки добавляем что у нас здесь корнями корни есть кое какие плохие мы их удаляем они нам не нужны но если есть шанс хоть у одного корешочка мы должны ему дать вот плохие мы обрезаем вот такие вот видите вот они принципе зеленые но светлый мы оставляем пусть все сухие вот такие вот видите он сухой и уже безжизненный убираем вырастет новый все убираем это ненужное подкармливать после пересадки не нужно недели две а то и три подкармливаем всегда мы здоровые растения больное растение или растение которое после пересадки оно после стресса его не нужно подкармливать давайте посмотрим что у нас здесь в принципе неплохо ничего плохого такого нет очень даже все нормально тем более эту маму можно было давно выкинуть но мне очень ее жалко ведь она дала жизнь маленькой орхидей ки в стрессе в своей природе когда стрессуют орхидеи они пытаются дать жизнь детки и самое главное вот здесь вот вот здесь вот нужно смотреть нет ли загниение моей гнили никакой нет мамы все здесь у нее хорошо но так как мы ее трогаем пересаживаем я пролью тоже перкисью можно грешочки вот так вот добавить все теперь мы ее пересаживаем у меня так растут все мои орхидеи мне нравится такой способ ну и нравятся им тоже ничего здесь такого страшного нет добавляю кору теперь очередь детки маму мы пересадили укрепили добавила свежую кору возможно будет жить дальше теперь займемся деткой беру мелкие керамзиты здесь какой-то камешок у меня мелкий добавляю в банку но это не простая банка она с широким горлом банка с узким горлом вам не подойдет фикс прайсе продавались с крышками такие банки можно ими воспользоваться кстати керамзит сантиметра 3 я добавляю тем более растение маленькая вот так вот добавляю кору у меня корней практически нет у детки поэтому я неудобно мне поэтому я буду больше ложить мелкой коры она позволит проще расти корня чем через крупную и добавляю практически до самого горлышка так как корни заглублять мне не надо у меня корней у детки практически нет потом процессе можно будет добавить она будет подрастать можно добавить можно пересадить в другую но до самого-самого горлышка мы не будем вот так достаточно будет теперь берем нашу детку вот так вот пальчиком я там делаю ямку и присыпаю эти корни аккуратненько не поломав они такие хрупкие нет все таки нужно еще добавить потому что если мы опустим ниже ее она у нас может загнить шейка все процессе вот и еще потому что когда мы польем наша кора она естественно опустится достаточно расшириваю и так вот закупляем чтобы у нас хорошо она держалась наша орхидея мы воткнем палочку и она будет крепиться за палочку теперь мы берем мох и выкладываем немного мха потихонечку не сильно нажимая потому что корешочки у нас аккуратненько вот так вот пальчиками укладываем и теперь мы ее будем поливать покажу как это делаю я вот вот эта шейка не должна быть глубоко видно откуда растет вот откуда растут корни глубоко не нужно и теперь мы поливаем поливаю я лейкой с длинным носиком так удобно баночка наполняется или горшочек прозрачный наполняется водой керамзит кора и мох все намокает я надеюсь видно что вода уже дошла вот до конца вот видно я нажимаю и мох даже мокрый контролируем как раз вот шейку чтобы она у нас была на поверхности если вдруг вы заглубили не бойтесь вот так вот берем и приподнимаем а здесь утрамбовываем ничего страшно теперь у нас кора была же сухая кора наполняется напитывается водой 2-3 часа и сливаем можем оставить совсем чуть-чуть водички а можем совсем слить и будем смотреть следующий полив когда совсем высохнет кора и не будет конденсата на горшке и так же мы поливаем маму детки так же у нас будет кора наполняться водой и через два часа я солью и поливать буду примерно где-то через три недели чтобы кора совсем высохла и конденсата на банке или на нашей на нашем горшке совсем не было вот такие горшки а такие вот горшки я покупала в икее хороший горшок толстый не трескается замечательный есть возможность купите купите если вы занимаетесь орхидеями 2-3 штучки кушать они не просят и совсем не траки вот и все и вся пересадка нашей детки можно сказать спасение детки теперь корешочки она будет отращивать опускать вниз и по ходу действия в своих влогах я буду вам рассказывать и показывать эту детку будем вместе отслеживать я желаю чтобы у вас орхидеи росли цвели были листья красивые блестящие до листочки протираем любые можно ватными дисками можно вот полотенчиками беленькими муж не беленькими любыми протираем влажной тряпочкой но вы знаете намочили хорошенько выжили чтобы вода отсюда не стекала в точку роста протираем чем чаще вы будете протирать тем лучше это цветку пока пока а на этом все с вами была светлана подписываемся ставим пальчики вверх и нажимаем на колокольчик чтобы не пропустить моего видео